Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 июня. И вот сегодня я буду делать на одном из участков еще одну подкормку для томатов. Для них она тоже будет первая. И значит, сейчас будем разговаривать о подкормке томатов, потому что некоторые начинающие вообще запутались. После того, как я показала вот эту грядку и написала, что это моя первая подкормка томатов в открытом грунте, то есть борное опрыскивание, по-прежнему приходит мнение, что не может быть первой подкормкой борное опрыскивание. Значит, я начинаю все сначала, что первая подкормка не может быть у всех одинаковой. Она всегда у всех должна быть разная. И делаем мы ее, анализируя состояние своих растений. Даже у меня в одном огороде разные ситуации, и я всех одинаково не подкармливаю. Вы видите, что эти пышут здоровьем, им азот не нужен. Дальше вон там, видите, маленькие ряды. Они хилые, желтые. Это значит, что их нельзя одинаково подкармливать. У них разная фаза развития. Эти уже взрослые с плодами, те еще только с 5-6 листиками, ну 7-8 листов. Вот их только что высадила я в традиционные сроки, они были позже посеяны, они были позже высажены. Вот смотрите, значит, у меня первая грядка была, у нее первая подкормка была борное опрыскивание. Почему? Я всегда говорю, делайте обдуманно. Вот посмотрели на растения, у меня уже там обильное цветение, завязывание плодов, уже плодообразование идет. Значит, им нужен именно бор, была погода неблагоприятная, бор нужен для хорошего завязывания плодов. Вот все. Сейчас я вот их опрыскала бором, вот эти я сделала совсем по-другому к ним подошла. У них еще не было цветения, у них ни о каких плодах еще не было и речи. Я уже говорила, что я... А, напомню, что вот этим азот был не нужен, совсем, даже противопоказан. Если бы я азотным подкормила под корень, они бы зажировали. А эти наоборот были хилые и слабые, желтые, они еще не цвели, у них еще не было ни плодов, ничего. Им бы эту массу зеленую нарастить. И я вот первую подкормку делала, уже говорила, вот такую жидкую, натуральную, нашу местного производства, с преобладанием макроэлемента азот. Видите состав? Азот здесь самый большой, а фосфор и калий на последнем месте, потому что им он, в принципе, еще был и не нужен. Вот это первая была ситуация. У этих первая подкормка была такая, борная. У этих первая подкормка была с преобладанием азота, для того, чтобы хотя бы масса зеленая у них появилась, и потом они уже бы зацвели. Так, вот видите, что они немножко выправились, стали зеленее. Из этого что значит? А сейчас я третий случай вам покажу, совсем не похожий на этот. Из этого что значит? Что первая подкормка, еще раз повторяю, у каждого будет разная. Она будет у вас, исходя из состояния вашего здоровья, ваших растений, не ваших, конечно. Потому что кому-то вот азот нужен был здесь, а не рядом, а тут не нужен. Совершенно по-разному нужно к ним подходить. И сейчас покажу я вам третье место. Сегодня я буду делать подкормку еще одним. У меня нынче в этом году, я столько подкормок весной, конечно, не делала. У меня обычно вот такие высадишь, они все здоровые. Но нынче из-за того, что было три града, было сильно холодно, вот эта зеленая масса пострадала, и мне нужно, чтобы они поскорее восстановились, чтобы вошли в свой режим. И я в этом году делаю больше подкормок, чем обычно, из-за таких экстремальных погодных условий. Я вот сейчас приду на ту грядку, я все вам объясню, почему именно другое удобрение я выбрала на той грядке. Но так как я каждый раз повторяю во всех видеороликах про подкормок, я вот повторю свой заученный текст, что когда вы решите подкормить растения, вы не забывайте золотое правило подкормок, что лучше не докормить, чем перекормить. И если у вас нет явных признаков ослабленности растения, ни в коем случае не добавляйте азот, потому что томаты очень быстро, они начнут жировать. Потом, если у вас, ну короче, каждая подкормка должна быть обоснована. Перед тем, как вы делаете подкормку, вы сядете и подумаете, а для чего вы ее делаете, какими элементами хотите вы попичкать своих питомцев. Может быть, они не хотят, может быть, у них это им и не нужно. И подкормки у всех будут разные, это зависит от того, закладывали ли в лунки при посадке какие-то, ой, витамины, какие-то эти удобрения. Потом, делали ли перед этой подкормкой вы что-то, потому что не нужно повторений, не нужно перее... Если люди, кто закладывает суперфосфат и калий при посадке, они вот уже первую фосфорно-калийную не делают. А те участки, где не заложены эти удобрения, то нужно или опрыскивать монофосфатом, или поливать вытяжкой из суперфосфата, потому что мы знаем, что нужен фосфор и калий томатом, когда они начнут сейчас у нас цвести, завязывать плоды. Все, сейчас мы пойдем на ту гретку, я сейчас выключу камеру, она там далеко в закоулках, и я покажу, почему там именно тот вариант, который не похож на эти. Он и к этим не подходит, и к этим тоже не подходит, там совсем по-другому. Вот подошла я к тому месту, к тем томатам, которые я буду сегодня подкармливать. И вот смотрите, я говорила, что они ни к первому случаю к моему не подходят, ни ко второму. У них, как в первом случае, уже есть томаты, идет зависть, все. Значит, я могла бы, например, применить здесь просто борное опрыскивание, но тут недостаточно у него листового аппарата. Вы видите, если там демидов, они прям пышили все здоровьем, то здесь нижние листья у них вот градом все побило, они вообще пришли в негодность. И стоит вот эта вот бедная полуголая помидорка, вот этот, видите, побит весь лист, этот тоже весь в конопушках, от него толку нет уже, он такой желтеет. И у него получилось, что на кустике всего три листика, и уже две завязи, которые наливаются, и уже формироваться начинают. Тут третья цветет, и вот эта ситуация не подходит ни к первому случаю, ни к второму. В отличие от первого случая, у него мало листьев, значит, видно, что тут ему азота не хватает, ему надо наращивать листовой еще аппарат. Я просто боюсь, что вот с этими тремя листьями, видите, они еще такие удемидоватомисистые, толстые, а тут, ну какой тут фотосинтез, они такие реденькие, вот такие прям маленькие, им нужно выкормить две вот этих кисти, которые уже наливаются, ну и тут также вот на соседей точно так же помидоры-то уже наливаются, а листьев-то еще нету. Те, которые вот были, они пришли в негодность, град их побил, значит, вот так придя сюда и сев, и подумав, я решила, что листьев мало, значит, ему нужно наращивать листовую массу, значит, здесь нужен азот. Если в первом случае я говорила, что ни в коем случае не надо ему азота, иначе он зажирует, здесь ни о каком жировании речи быть не может, тут наоборот, недостаток зеленой массы. Но и ко второму случаю он не подходит, вот там, где я давала жидкое удобрение, где было много азота, но мало фосфора и калия. Ведь там они не цвели, и у них не было плодов, поэтому я не заботилась, что мало фосфора и калия. Но вот в этой фазе, в фазе уже образования вот этих плодов, нужно именно много фосфора и калия, и одновременно еще нужен и азот, значит, здесь будет подкормка совсем другая, не как в первом случае и во втором. В первом я давала только для, как сказать, для образования плодов, первая грядка, которой не нужен был азот. Второй я давала повышенный азот, но мало фосфора и калия. А здесь нужно наоборот, тут нужно много азота, но нужен тут же одновременно еще и фосфор, и калий, тоже уже в такой нормальной дозе для того, чтобы они и массу зеленую нарастили, и плоды вот эти образовывали хорошо. Я долго думала, что им придумать, потому что, смотрите, опрыскать, например, можно было бы подкормить под корень быстренько каким-нибудь азотосодержащим, например, той же мочевиной пусть, а тут вот сделать опрыскивание монофосфатом калия. Но у меня проблема в том, что у нас каждый день идут дожди. И вот листовую подкормку я не могу им дать, потому что, ну, все сметает, вы видели, вчера, позавчера, вот у нас дождь, и дождь, и дождь, и сегодня опять дождь. Значит, никакое опрыскивание мне здесь не подойдет. Один выход, делать под корень. Под корень, если делать вытяжку с суперфосфата, ее долго, во-первых, готовить, и все это у меня сейчас нет времени, я решила в этом году применить первый раз новое удобрение. Вот амофос, в котором фосфора много, но в то же время и большой процент азота. Я прочитала на него, что он легко усваивается, он не как суперфосфат, он недолго разлагается, легко усвояемая форма. И еще вот к этому я добавлю калий серно-кислый, который всегда применяют для подкормок. Короче, у меня получится тот же самый фосфор, калий и азот. Вот три элемента. Но я не буду даже показывать, как я развожу, потому что каждый, кто, может быть, кто-то подберет себе другое какое-то удобрение. Может быть, у кого погода хорошая, вот в таких случаях можно сделать опрыскивание монофосфатом, а под корень для наращивания зеленой массы полить травяной брашкой или подкормить коровяком, или просто аммиачную, ой, эту мочевину, одну столовую ложку на ведро развести и подкормить. Варианты могут быть разные. Я вам показываю не для того, чтобы дать точный рецепт удобрения, а для того, чтобы вы научились определять и вот эти вот подкормки заменять, и чтобы вы знали, что первая подкормка у каждого томата на каждом участке, ну, на каждой грядке, на каждом участке в вашем огороде может быть разная. Если бы здесь была большая зеленая масса у этого томата, то достаточно было бы, да, монофосфатом калия опрыскивать. Было бы первое, например, такое, фосфор-калий подкормка. Вот у меня будет вот такая, будет аммофос и добавлю калий серно-кислый. Все три макроэлемента вот в этот момент и в моем именно случае нужны в таких максимальных дозах. Тут и азот нужен, и фосфор, потому что уже это, и калий, все. Вот это у меня технический проход. Видите, он вдоль теплицы. Но тут все равно всегда хорошо давали большой урожай моей томаты. И вот нынче вот эта подкормка, она нужна только из-за того, что из-за плохих неблагоприятных условий, но нет листьев. Листья пообшибала нам все. А томаты-то они настроены, они как вот хотят, они хотели как по плану. Сейчас бы здесь уже завязывались уже помидоры, была бы пышная такая помидорка. Из-за холодных условий, из-за града, из-за всего приходится менять график подкормок. Никогда не делала в это время подкормки вот таким малышам. Это вот у меня такие ранние, тут и Санька, и Джина. Им надо уже в это время плоды большие, как иметь, вынашивать. Ну, не тянет вот этот вот кустик. Вы видите, они какие, ну, мало совсем листьев. Но что это за томат? У него уже фаза плодоношения, а у него три листа нормальных, а эти все поотшибленные. Вот именно поэтому, как я говорю, что это обоснованная подкормка. Потому что я очень долго думала, что с ним делать. Или оставить его на выживание, пусть сам тянет. Но потом я поняла, что с тремя листьями две кисти очень сложно вытянуть, потому что тут еще цветы. Нужно растению помогать. Вот у меня первая подкормка для этих, именно для этих, будет вот такая. Все, до свидания. Я так подробно, так вот долго-долго рассказываю. Только для того, чтобы еще раз показать вам, что повторив за кем-то какой-то вот названный рецепт и какую-то определенную подкормку, это не всегда правильно. У нас у каждого, у всех разные ситуации. Если для каких-то томатов достаточно просто сделать какое-то витаминное опрыскивание с набором микроэлементов, то каким-то другим кустам, может быть даже единично, может быть поштучно, вот пять штук, например, у вас остановились в росте, но не растет зеленая масса, то им нужна совсем другая подкормка. Все, до свидания. Не знаю, поняли или нет, если не поняли, потом еще раз расскажу. Пойду подкармливать. А, да, я хотела сказать, что можно развести, конечно, маленькую ведерочко, но я буду разводить сразу в бочку, буду поливать вот по периметру все вот эти, потому что они вот весь ряд с этой стороны, с другой стороны, они все в одинаковом положении, град всех побил, листиков у всех мало. А кому нужно, я делаю все по инструкции, я даже не буду рассказывать, как разводить, время зря терять. На пачках все написано, обычно делают почти все удобрения, это столовую ложку на ведро, но все-таки инструкцию нужно читать, и нельзя превышать дозу, потому что некоторые думают, что положат побольше, сделают лучше, иногда бывает даже хуже. Все, до свидания.